Не для всех первые майские праздники прошли мирно. 2 мая в Твери два дебошира устроили потасовку прямо в салоне автобуса, следующего по маршруту номер 56. Как рассказывают очевидцы, буйные пассажиры были под градусом и нахамили пожилой пассажирке, за которую вступился водитель. И это не первый такой инцидент в городском общественном транспорте в последний месяц. В апреле были случаи вандализма и драки между пассажирами. Драки, вандализм, скандалы и оскорбления в салоне автобуса нередко становятся достоянием соцсетей. Мы поинтересовались у психологов о причинах возникновения такого рода агрессии. И главное, как не стать участником или заложником подобной ситуации. Праздничный день, автобус номер 56. Как рассказывают очевидцы, потасовка между водителем и двумя с виду нетрезвыми пассажирами завязалась еще в салоне. Повод хамское поведение младых людей по отношению к пожилой женщине. За нее вступился водитель. В итоге участники стычки оказались на асфальте. Их разняли прохожие. Инцидент был исчерпан. Такие конфликты в Тверском транспорте не в первый раз становятся достоянием соцсетей. На них и щедро сдобренные нецензурной броней тирады, рукоприкладство, выбивание стекол. А поводы для пассажирских разборок банальны. Маски, место, да что угодно может вывести из себя человека напротив. Психологи говорят, у такого поведения есть своя почва. Сейчас очень большое влияние имеют последствия пандемии, которая была в прошлом году. То, что людей вынудили сидеть на самоизоляции, повлекло такие отсроченные результаты, которые вот прямо сейчас выражаются в форме такого протестного поведения. Транспорт ограниченное пространство, говорят психологи, деваться в случае инцидента некуда. В итоге в западне негатива оказываются не только участники перепалки, но и другие пассажиры, ставшие невольным свидетелем происходящего. Чтобы избежать конфликта, нужно вовремя остановиться, советует психолог. Самый верный способ – ретироваться. Кому-то кажется сложившейся ситуацией неудобной. И он хочет известным ему способом, доступным ему способом решить эту ситуацию. То есть увеличить пространство между людьми, нагрубив, нахамив этому человеку. И если у вас есть возможность отойти, то есть освободить пространство вокруг этого человека, то почему бы это не сделать? Впрочем, не факт, что на этом конфликт будет исчерпан. Нередко случается, что агрессор требует продолжения шоу. А здесь нужно выключить все эмоции и включить на полную вежливость. Если человек все-таки начинает, как вежливо сказать, докапываться, начинает провоцировать конфликт, то лучше ограничиться какими-то сухими, скупыми фразами, показывающими, что вы не заинтересованы в продолжении этого разговора. В самом крайнем случае о происшествии в автобусе нужно сообщить водителям. Он в этом случае обязан действовать в соответствии с должностной инструкцией. У нас есть система экстренного оповещения, кнопка СОС. В случае, когда происходят именно драки или какие-то неправомерные действия в автобусе, именно там порчи имущества, мы останавливаемся, включаем аварийный сигнал, высаживаем пассажиров, сообщаем диспетчеру, ну и дальше действуем показания. Но, скорее всего, все закончится нажатием той самой кнопки СОС. На нее среагирует полиция. И дебоширу придется уже обосновывать свои нецензурные претензии сотрудникам правоохранительных органов. Если в ходе конфликта кто-то пострадает физически, то на место должна быть вызвана скорая помощь. Стоит напомнить, что салоны автобусов оснащены видеокамерами, а потому видеоподобных инцидентов может стать поводом для возбуждения административного или уголовного дела. О случае, произошедшем 2 мая, сообщено в правоохранительные органы. А подобный инцидент 28 марта в синем автобусе, когда молодые люди избили подростка, закончился возбуждением уголовного дела. Нарушителям может грозить до 7 лет колонии.